всем привет меня зовут лана и вы на моем канале вязание сегодня хочу вам показать вот эту маечку я ее довязала совсем недавно и хочу поделиться как я это делала у нее не глубокий v-образный вырез он конечно такой получается сглаживается но все-таки не совсем круглый вот ну а сзади просто ровно я вам расскажу все подробно сколько где петель и как я чего убавляла и так далее в общем если вам интересно оставайтесь со мной сейчас я установлю камеру на штатив и буду вам рассказывать уже ближе к маечке и так начнем для начала стоит сказать про пряжу это у меня тройская пряжа жасмин стопроцентный хлопок 100 граммах 280 метров вязала я спицами номер три с половиной такие у меня обычные старенькие спицы но и вязала на круговых потому что у меня длинных не было такого размера навязала я прямые полотна да естественно отдельно спинку отдельный перед набирала я сначала 88 петель то есть всего мне получается было сколько 176 до 88 на перед и 88 на спинку для начала я сделала внизу четыре ряда платочной вязки чтобы изделие не закручивалась до лицевая гладь имеет у нас такое свойство все об этом знают вот четыре ряда платочной вязки затем здесь такая шпаргалочка здесь вот я все записываем затем получается у меня бежевый цвет после платочной вязки 9 рядов бежевого цвета потом вот эти полосочки меня 4 ряда да все они между ними бежевые получаются 4 ряда платочной вязки 9 рядов бежевого 4 оранжевого 6 бежевого 4 оранжевого это у меня 18 рядов затем опять 464 и потом я вязала еще 37 рядов бежевым цветом до пройм то есть это все у нас одинаковая что на спинке что на переде да вот получается от этого места до пройма 37 рядов затем я начала уже формировать их каким образом я закрывала петли здесь в четыре этапа закрывала я в лицевом ряду так вот с этой стороны да получается сначала я закрыла 4 петли потом просто вязала да и здесь закрыла только уже в изнаночном ряду когда пошла обратно то есть вот я здесь закрыла 4 петли пошла пошла здесь провязала и здесь уже когда начало вязать следующий ряд я уже в изнаночном закрыла 4 петли опять пошла до этой стороны затем я закрыла 3 петли опять пошла до сюда и здесь на обратном пути закрыла 3 петли потом 2 и 1 то есть 4 3 2 1 петлю я закрывала получается через один ряд ну в каждой стороны если считать обе стороны вместе да то в каждом ряду у меня были убавки здесь потом здесь в изнаночном здесь в лицевом здесь в изнаночном вот и все после того как у меня закончилось формирование проймы мне осталось вязать прямым полотном вот здесь где у нас будет зона руки то уже но здесь я решила сделать двойные кромочные чтобы как-то было здесь поплотнее что ли и поаккуратнее но это действительно смотрится аккуратнее кстати не сказала или сказала в начале не помню что есть мастер-классы сопутствующие этому топу вот как раз под двойным кромочным обязательно смотрите в описании если вам интересно мне вообще нравится как смотрится особенно вот на изнаночной глади как-то так интересно косичка она тем более завернуты именно в эту сторону получается как-то не знаю мне прям очень нравится можно попробовать на нас платочной вязкой такой сделать вот как видите кстати у меня вязание получилось очень рыхлая нужно было вязать плотнее я думаю и так но по поводу пряжи наверно попозже скажу сейчас рассказываю как я вязала двойные кромочные значит есть мастер-класс посмотрите обязательно вот но напереди конечно же мне нужно было найти место но я вот на самом деле я примеряла на себя как видите у меня вырез неглубокие совершенно прям вот здесь кстати я не посчитала какой это у меня ряд но видите вот где начинается пройма в принципе так ну вырез у меня начинается ближе к плечу чем к пройме не скажу вам сейчас какой ряд к сожалению но в принципе я думаю это у каждого естественно индивидуально зависит от роста от расположения от высоты груди вот но мне нужно было чтобы он был такой довольно таки закрытый вот получается здесь мы вяжем двойные кромочные до с двух сторон пока не доходим до уголочка вот этого до этого образный вырез у меня такой он скругленный получился и с этого момента мы переходим на одну сторону вторая у нас остается пока мы туда потом отдельную нить нам придется вводить чтобы довязывать и получается вот с этого момента до этого момента мы вязали дала все вот это здесь потом дальше продолжает двойные кромочные до самого конца просто по прямой вижу вырез как я делала я закрывала с одной стороны я закрывала в лицевом ряду а с другой в изнаночном ну потому что когда вводите новую нить со второй стороны она получается мне нужно было делать сразу убавки в первом ряду и поэтому пришлось получается вязать с изнаночной стороны и чтобы все было одинаково вот мне кстати больше понравилось как у меня закрылись они с изнаночным и так закрывала я по три петли не вместе а по одной до 1 2 3 закрыла вяжу дальше до конца вернулась начинается лицевой ряд опять 1 2 3 закрыла и так вот до момента когда вот я решила что у меня будут это уже лямки потом я вязала просто уже прямо вот так вот вверх надеюсь что вам все хорошо видно прошу прощения жуткая аллергия постоянно кашляю и все такое вот здесь я получается окончание выреза у меня я довязала мне осталось 16 петель и все и дальше я вязала прямо и затем я вывязала немножко плечевые скосы видите на такой плавненький плавненький получился он не сильно не нужен потому что у меня или на себя вязала эту майку у меня плечи не пока ты далеко я все думала нужно ли делать в принципе плечевые скосы но вот у меня мальчика такая получилось что вот эти лямки они находятся прямо с краю плеч то есть она вот здесь внизу очень свободная я не помню опять сказал нет вначале что и взяла на 44 размер но наверное получился это все-таки даже какой-то 48 если прям по фигуре да то есть он свободная майка очень свободная вот плечевые скосы да мы здесь остановились получается я начинала закрывать с наружной стороны петли в три захода сейчас посмотрю слышь по галочку небольшую так 16 петель я закрыла сначала 6 петель провязала вернулась потом закрыла 5 опять провязала вернулась и оставшиеся 5 то есть вот 65 и 5 здесь когда мы ввели новую нить мы вяжем сначала с изнаночной стороны так и что я вот не помню с какой стороны получается изнаночная кстати была у меня вот с этой стороны наоборот а вот здесь лицевая получается сначала эту сторону вязала потом и это но я думаю вам это не принципиально по сути потому что по ходу вязания все точно такое же объяснение получается вот сейчас я рассказывала про эту сторону а теперь про эту здесь получается изнаночные мы закрываем начинаем с изнаночной сразу же 3 петли закрываем вяжем возвращаемся в изнаночном ряду опять закрываем 3 петли и так далее пока не останется 16 петель и делаем все то же самое опять закрываем 6 петель потом 5 главное здесь точно высчитать количество рядов чтобы не ошибиться вот чтобы одинаково было у нас одна и вторая сторона вот собственно так и вязала спинка у меня очень просто я сделала не стала заморачиваться как видите здесь просто вот прямая линия я закрыла сразу опять я не записала так секундочку да я не записала сколько здесь петель значит я вам подпишу сейчас на экране сколько я здесь петель закрыла вот здесь у меня получается я оставила просто два ряда получается до того как начала закрывать вот здесь петли на откат плеча вот закрыла количество петель да их так буду называть сейчас потом опять перешла на одну сторону да на плечико придется мне получается здесь на маленькая выделить еще отдельную ниточку да вот на эту часть но что делать вот закрыла петли пошла дальше провязала еще два ряда и начала закрывать петлю точно также 655 здесь получается вводится новая нить у нас и делается то же самое привязывается два ряда и закрываются петли 655 вот собственно и все мальчика очень простая несмотря на то что я сейчас так много рассказывала она у меня честно сказать выстраданная потому что я не знала что мне делать с вырезом я долго мучилась не знала какую форму сделать я постоянно перевязывала и все никак поэтому не могла записать видео потому что вот я поставила себе задачу записать экспресс мастер-класс по майке я все свое время прям ей посвящала ну начала еще один процесс правда я вам был потом покажу процессах обязательно думаю это будет следующее видео потому что вместе с идет несколько процессов эта мальчика тоже не до конца закончена здесь у меня будет вышивка это тоже будет процесс такой и кстати вот здесь на горловине вот начиная с этого места да вот отсюда у меня обвязка просто соединительными столбиками я оформила косичку чтобы было аккуратнее я делала и рачий шаг и вообще что я только тут не делала чтобы это выглядело так как мне нужно мне вообще ничего не нравилось я не знаю почему у меня ну вообще мне не нравится как это все выглядит как то оказалось неаккуратно в принципе вот ниточка получается хотя не знаю у меня вот с лицевой глади вроде никогда не было проблем но вероятно все-таки я надо было взять спицы поменьше но но в общем вот что есть то есть да я бы хотела немножко поплотнее хотя возможно так тоже неплохо она такая мне напоминает на самом деле кольчушку немножко но такая вот природная маечка получилась кстати не сказала как я сшивала детали вот у меня шов здесь немножко неаккуратно получилось там где вот оранжевые цвета так в принципе по-моему называется матрасный шов это знаете вот складываются две детали вот так вот лицевыми сторонами встык вот здесь в принципе видно но он такой практически незаметный мне чем очень нравится и получается сшивала я иголочка пластиковая я думаю это очень такой хороший способ получается я иголочку водила и вот сшивала за вот эти вот перемычки получается вот так снизу вверх водила потом с этой стороны также и постоянно туда-сюда в общем сейчас это все-таки сложно как-то объяснить но надеюсь что вы поняли что я имею ввиду в общем вот такая маечка получилось надеюсь что вам было интересно что возможно оказалось полезным и что будете вязать маечку отдельно хочу сказать о пряже эту маечку я уже постирала и петли у нее остались такие же вообще-то мне даже кажется что они стали даже не знаю по по свободнее даже как будто стала хотя при этом изделия села у меня в высоту ширину осталось таким же высоту чуть-чуть подсела вот но как это все ощущается мне нравится в общем буду ее носить летом и радоваться такая природная маечка еще когда сделаю иероглиф конечно же иероглиф я кстати этот топ назвала дзен-топ но оказался совсем не дзен потому что я очень нервничала как говорю пока пыталась разобраться с горловиной не знала что с ней делать вот но иероглиф здесь будет скорее всего дзен кстати хотите могу вам сейчас его написать если вам интересно пришлось ходить за листиком и карандашиком в общем как он выглядит вот так вот ну немножко неукротно но в принципе так они пишут их потому что они держат кисточку вот так вот далеко и прям каллиграфия не знаю кто-то увлекается это очень красивое такое дело я себе вот подготовила уже и схему поэтому смотрите в процессах это скорее всего будет если я эту затею не оставлю потому что вязание получилось рыхлое я боюсь что у меня будет просвечивать вот я хочу делать оранжевым цветом свет полосочек и быть что будет просвечивать вот но это уже совсем другая история сейчас не буду на этом останавливаться все-таки это экспресс-обзор экспрессом мастер-класс описание объяснение даже не знаю как это назвать поэтому на этом все я с вами прощаюсь пишите пожалуйста ваши комментарии и до новых встреч в следующей встрече и